Я вчера вечером читала комментарии к прошлым видео, их было довольно-таки много. Некоторые комментарии заставили не то чтобы даже задуматься, а знаете, поражают что ли. Из-за этих комментариев мне просто странны те люди, которые пишут такие комментарии. Молодой человек один написал, что там поменьше рекламы всякой в моих роликах, показывания косметики и все в таком духе, и люди ко мне потянутся, просмотров станет якобы больше. Поверьте мне, я одно время не снимала вообще косметику, и это ничего в корне не изменило. Я хочу просто озвучить не только для этого человека, а для всех, у кого может быть зарождались такие мысли. Первое. Канал мой, что хочу, то снимаю, то и обозреваю, то и показываю, то и обсуждаю. Второе. Рекламы у меня никогда не было и не будет, надеюсь на это. Я, по крайней мере, стараюсь так делать, чтобы ее не было. Третье. Все, что я показываю в видео, о чем я говорю в видео, все куплено на мои личные деньги. И четвертое. Вы же, когда подписались на меня, я показывала и косметику, и просто разговаривала, и рассуждала на какие-то темы. Все это присутствовало, и вы почему-то подписались на меня, правильно? Так вот, глупо просто говорить мне о том, чтобы я это все убрала из своего канала, что вам якобы это не нравится. Вы знали, на что подписывались, правильно? Глупо менять человека. Не нужно этого делать, даже пытаться этого делать, потому что это заведомо уже провал. Так вот, если вы подписывались на меня только из-за того, что вы увидели какие-то рассуждения, вы увидели просто какие-то ответы на вопросы, что-то я об Украине рассказывала, не нужно подписываться, потому что на моем канале не только такие ролики будут. Я про косметику и так перестала снимать. Я снимала единичные ролики, тест-драйвы, так сказать. Мне просто было это интересно. Мне, в принципе, самой уже косметика наскучила, и хотелось что-то поменять в направлении канала. Заплатила я за это подписками и просмотрами. Я сама знаю, что нужно моему каналу, я сама знаю, что нужно мне, да. И глупо как-то пытаться мне что-то навязать, пытаться мне что-то сказать. Я понимаю, сказано это было в нормальной форме, и спасибо за тактичность какую-то, да. Все, что я показываю, это лично мое, и я высказываю мнение. Я не показываю просто вот баночку, нате, посмотрите. Я засветила ее, якобы мне там заплатили деньги. Нет, я вам рассказываю что-то об этой баночке. И вы слушайте то, что я рассказываю, не смотрите на эту баночку. Потому что многие, мне кажется, смотрят тупо на то, что я показываю. То, что я говорю, у меня такое ощущение, что все пропускают мимо ушей. И да, это просьба была от молодого человека. Я еще раз хочу сказать, меня смотрят не только молодые люди. Меня смотрят большая часть молодых людей, но также присутствуют и девушки на моем канале. Поэтому, я думаю, девушкам будут интересны такие какие-то моменты. Ну, мне так, по крайней мере, кажется. Нам кто-то взял, повесил замок. Ну, и как вам? Не очень, да? А как такой? Мне кажется, круто. Только вот эта вот фигня отсвечивает. Ну, и вот она. Вешалка напольная. В принципе, она неплохая. Но она какая-то хлипкая. Шатается все время. Я, правда, не до конца все закручивала. Ну, а так, в целом, мне нравится. Как для фона, так и для вещей. Да, я довольна. И фонами тоже. Я закрутила. Она не очень-то и шатается. Еще я, кстати, в фикс-прайсе брала бархатные вешалки. Черного цвета брала. Ну, как бы такой минималистичный, можно так сказать. Как это сейчас модно говорить? Базовые оттенки. И брала я таких вешалок штук 20 аж. Вот они все родимые. Но сейчас я ими не буду пользоваться. Оставлю до лучших времен. До нужных времен. Скоро все узнаете. Я сейчас иду в кино. Наконец-то, блин, мы собрались. Я сегодня такая тут на стиле. Собралась и буду сейчас выходить. Но мне кажется, я как-то рановато собралась. И, может быть, даже прогуляюсь немного по парку. Кто смотрел последний выпуск «Немагии», о чем я говорила? О том, что митинги ни к чему хорошему не приводят. Это не заставило себя долго ждать. Кто не смотрел последний выпуск «Магии», посмотрите. Я просто столько выпусков посвятила этому, что в очередном влоге не хочу это обсуждать. Но улица как-то прохладная. Переборщила немножко. С одеждой очень легко оделась. Людей много гуляет. Лавочки все забиты. Я думала посидеть, но нет. Уже почки на деревьях. Я пропустила как-то этот момент. Бегу теперь на остановку. Видно, да, как я бегу? Несусь просто. Всем привет! Вчера все-таки мы сходили в кинотеатр. Мне очень понравился фильм. Фильм очень интересный. Есть очень красивые моменты. Да и вообще сам фильм очень красивый. Также очень советую его посмотреть, потому что мне он понравился. Киберфильм. Именно что-то такое, знаете, о будущем. Что-то вымышленное, но в то же время кажущееся тем, что может быть у нас. Я лично получила чувство удовлетворенности от просмотра. Я сегодня снова перебрала вещи, которые у меня накопились. Вещи, которые я ношу. Верхнюю одежду какую-то. Небольшая кучка собралась. Нужно будет это все отдать. И также перебрала косметику по новой. Оставила только то, чем я действительно буду пользоваться. Либо для видео, либо в жизни. От остального просто решила избавиться, потому что меня просто это душит. Это просто вот стоит на полочке и душит меня. То, от чего я хочу избавиться, я не буду выбрасывать. Я отдам своей подруге, с которой, кстати, мы не виделись давно. Вот он и повод. Ой, кто помнит, у меня был как-то фрагмент в каком-то из видео по поводу блендера. Он у меня сломался. Не сломался. Когда он в работе, он воняет паленым чем-то. Это, знаете, как проводка пережженная. И грелся очень сильно. Именно сам движок, где находится. Это при том, что я им пользовалась раз пять максимум. Это прям вот максимум вообще. И пришлось его отнести назад в видео. Мне ничего не отдали, ничего не сделали, кроме как оформили блендер в сервисный центр. До определения, действительно, есть ли там поломка. А то, может быть, я просто вру, и мне там уже перехотелось этот блендер. В общем, дурь какая-то, понимаете. Я просто таких людей, вот действительно, которые так делают, не очень люблю. Просто если я поставила себе цель, я хочу какую-то вещь, я иду, приобретаю ее, и не собираюсь после этого еще кому-то что-то возвращать. Главное, чтобы она работала и радовала меня. Так вот, недавно мне позвонили, и мне сказали, что действительно там поломка. Как бы, если хотите, можете забрать деньги, либо взять другой товар. Короче, у меня такие были смешанные эмоции. Я просто забрала деньги и ушла. Сейчас, конечно же, этих денег уже нет. Я их уже пустила в ход, потому что у меня нет такого, чтобы деньги валялись, либо лежали в своей какой-то очереди. Если, конечно, я только не собираюсь или направлена на что-то. А так вообще жалко. Я теперь без блендера. Я хотела и на соковой диете немного посидеть. Просто смузи делать. И можно всякие блюда в нем делать. Те же котлеты и все остальное. Ну, как бы фарш взбивать. Ну, в общем, до следующего какого-нибудь раза.